Здорово! Значит, комментарии. Комментарии на этот вопрос мне понравилось, прислала одна из женщин, которая сказала, что она обзвонила пятерых мужчин, у которых попыталась выяснить, почему мужчина на первом свидании вот так себя ведет некрасиво. Говорит, я на серьезные отношения не согласен, но если тебе будет интересно, значит мы продолжаем отношения. То есть он честно все предупреждает, а женщина это воспринимает как то, что он ей заведомо уже говорит, нет, прости, мы здесь для определенных целей, так что ты ни на что другое не настраивайся. Да, да, вот ваша ситуация, спасибо за откровенность. Смотрите, давайте согласимся с тем, что на сегодняшний день отсутствует вообще понимание, знание, институт, изучающий взаимоотношения и любовь. На сегодняшний день люди лишены понимания, знаний о взаимоотношениях и любви. Поэтому, кто сегодня может прокомментировать вам тот или иной вопрос? Да? Почему одинокий мужчина при знакомстве говорит, что он на серьезные отношения не настроен? Первое. Это вербальное и невербальное поведение самой женщины. То есть она даже одним взглядом может мужчину так просканировать, что у мужчины мурашки по коже. и понимая то, что сегодня женщины стремятся во взаимоотношения для того, чтобы выйти замуж. Мужчина реагирует подобным образом. Кстати, вот для того, чтобы к теме как раз, хочу предупредить многих. Кому интересны знания о том, как кокетничать, как флиртовать, как выходить на первые свидания, на романтическую игру, как продолжать отношения. Я в ближайшие, так скажем, три недели готовлю вебинар, который называется «Глупые уроки для умных девушек». Вы мне, пожалуйста, скиньте заявки на этот вебинар. Это очень важная тема. Очень важная тема, потому что, как правило, кокетство мы изначально исключаем. Хотя в этом и является женская сексуальность и привлекательность. Потому что очень важно. А потом в процессе общения выяснилось, что это не она. Вот я и и исчез. Поняли? Поэтому мужчины исчезают. Поэтому женщина недоумевает. Что же он так старался? Что же он так на меня потратился? Такие какие-то фейерверки цветов, какие-то смс-ки сумасшедшие. Это какое-то рвение, какое-то непонятно что. И вдруг, вот, милые мои, нужно знать об этом. Второй момент. Когда у мужчины негативный опыт. Но, как правило, к 30 годам у мужчины уже есть негативный опыт. Где мужчина обжегся на молоке и дует на воду. Он уже во всех отношениях видит какую-то угрозу и опасность. Мужчина боится истеричных женщин. Вы должны понимать. Поэтому предупреждаю сразу всех. Ни грамма, ни полграмма, нисколько, так скажем. Вот нельзя мужчине демонстрировать свое сумасшествие в любви. Никоим образом. Это сразу мужчина исчезает. Раз вы тут показали свою слабость на это. Для мужчины сразу истеричка, бегом. Почему? Потому что мужчина не знает, что с этим делать. Он знает, когда ему надо в лоб дать противнику, да, кулаком. Когда вот эта истерия, которую он не может тронуть. Вот здесь мужчина теряется. Следующий момент. Страх ошибиться в нынешних отношениях. Опять-таки опыт прошлого. Опять-таки некоторые женщины интуитивно понимают, что мужчина боится влюбиться. Да. Но нужно понимать почему. Нужно понимать, почему мужчина боится влюбиться. Потому что мужчина хочет влюбиться. Если не уверен, что получится отношение. Не хочет ничего. Вы понимаете? Я преподаю знания о мужчинах. Значит, мужчинам я преподаю знания о женщинах. Я преподаю знания о формировании отношений. Все. Что вам еще надо? Каждый встречный для вас партнер потенциальный. Муж или жена? Пожалуйста. Ведь все хотят счастья. Вот у меня для вас знание для счастья. То есть, если мы говорим о том, почему мужчина, опять-таки, к вопросам, почему мужчина пропадает после бурных романтических отношений, в которых, казалось бы, любил. Вот некоторые пишут комментарии. Мужчина уходит тогда, когда его утомляют отношения. А чего они его утомляют? Нужно задаваться же вопросом, почему они его утомляют? Почему мужчины утомили те или иные отношения? Неужели вы думаете из-за того, что вдруг с рутиной пришлось столкнуться? Да нет. Он с рутиной и так сталкивается. Далее другой комментарий. Пока мужчина получает от женщин тот заряд, он возвращается, получает заряд, как источник энергии, потом к другой. Ну, что за заряд, что за энергия, что за флюиды, что это не объясняет ничего. Дальше еще комментарий. Ему в процессе вершения не нужна рядом женщина с проявленной любовью, нежностью и эмоцией. Нужна. Ну, как не нужна? Мужчине нужна же каждый мужчина, который обратился ко мне. Первая его реплика. Нужна женщина, которая меня будет любить. Вы сегодня услышите интервью от мужчины. Вот он там об этом говорит. Это перечеркивает образ. Зависимость, потеря свободы. Товарищи мои, женщины, дорогие, мужчина готов расстаться с собственными. Женщиной свободой. Ему нужно знать ради чего, ради кого. И мы должны такими стать. Далее комментарии. Значит, универсальных ответов нет на такие вопросы. И быть не может, потому что люди не роботы. Значит, универсальность относится к науке. И психология, как наука, объясняет явления, которые окружают нас. Я же не придумываю какие-то сказки, не для этого вас собрала. Я же вам беру примеры из жизни. И наука, психология объясняет поведение человека посредством фактов. Факты. Все. Для психологии больше ничего не надо. Факты и статистика. Причем психология жизнь роботов не изучает. Хочу сразу всех заверить. Потому что если вы думаете, что универсальные ответы относятся только к роботам, нет. Психология изучает живых существ, мужчин и женщин, и паттерн поведения, и систему взаимодействия их друг с другом. К примеру, разговор по душам явно вам свидетельствует о том, что мы разные. Да, пожалуйста, не начинайте ваши отношения с сексом. На самом деле, отчасти это разрушает. Разрушает. Во избежание риска. Потому что получается, что мужчина получает в первые дни все о вас, то есть получает все у вас и ничего о вас. Вы должны это понимать. Почему я призываю женщин и мужчин проходить полный курс программы теории любви? Я не приемлю никакой метод манипуляции. Никакой. Все, что я делаю, это я вам, так скажем, как садовод садоводом, любителям, даю знания, как выращивается прекрасный сад. С яблоками, грушами, ягодой и всем остальным. И вам рассказываю, какую почву использовать, какие семена и все остальное. И какой процесс роста сада. Все. Посредством этих знаний все мои, кто идет к заведомой цели стать счастливыми во взаимоотношениях, все удачно с этим справляются. Очень успешно справляются. И сегодня вы станете свидетелем этому. Да, поэтому никаких средств манипуляции. Поэтому я, когда женщина говорит, дайте мне вот тот вебинарчик, а этот мне не надо, я думаю, я о нем все знаю. Не знаете. Еще ни одна женщина мне не сказала ту информацию, которую я от вас получила, я об этом знаю. Ни одна еще женщина. Собственно, вся информация интересна. Ничего нового я не изобретаю. Я просто систематизировала те знания, которые нам, человечеству, даны были изначально. И все, что мы сделали, современный человек, это мы все испортили. И наша задача идти с пониманием и знанием о том, как природа нам дает свое понимание роста растений, изменения погодных условий. Мы должны принять эти знания и использовать их, правильно? Не против себя, а за себя, во благо себе. Субтитры создавал DimaTorzok